Звонил одной девчонке, только не наберу две короткие. Хотелось бы сказать, что на большом экране новая интерпретация фильма Сергея Соловьева «Асса», но нет, все та же картина 1987 года. Поностальгировать об ушедшем времени пришло около 20 человек, как ни странно молодежь, и то по большей части из-за звезды вне времени Виктора Цоя. Вы совсем юные, и вы сегодня здесь. Почему? Чтобы знать, с чего именно все начиналось, к чему сейчас пришла индустрия кино, и что было раньше, чтобы знать историю. Потому что в таких фильмах важную часть имеет исторический контекст. Кино в принципе интересно, так что большой экран, я думаю, это атмосферу какую-то добавляет, но в любом случае это и так стоит на маленьком. Плюс еще ответственнее к этому подходишь, к просмотру. Потому что ты смотришь и как бы вот... Еще не заплатил за билет. Ну да, есть такая история. На что бы сейчас хотели сходить? Я бы посмотрела на самом деле что-нибудь из Марвел. Вот я бы хотела построить Морви, из которого на нас как раз таки не вышли. Прокатчиков лихорадит уже третий год. В 20-м году пандемия закрыла кинозалы, потом были небольшие послабления в виде частичной заполняемости, и вроде бы кинотеатры постепенно начали возвращаться к привычной жизни. И тут как гром среди ясного неба. Политическая ситуация в мире. Прокатчики получили новый разряд тока, мы лишились прибыли. Санкции со стороны недружественных государств. И здесь действительно те взаимоотношения с иностранными прокатчиками, которые сегодня отказались работать с нашими представителями бизнеса киноиндустрии, в том числе куда входят и алтайские предприниматели, к сожалению, сегодня не позволяют им сформировать при нынешних обстоятельствах нужный поток клиентов для того, чтобы обеспечить доходность этих предприятий. То, что прокатчики – одна из самых пострадавших отраслей, признает и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов. Однако добавляет, на федеральном уровне кинотеатрам пока помочь не могут. Правительство Российской Федерации ту меру, хотя и наш институт, например, уполномоченных предлагал им оказать помощь, они не оказали. То есть там как бы на кинопроизводство, может быть, больше денег потрачено. Но в целом люди, то есть тот поток фильмов, в который он был, его просто не восстановишь. Михалков не выпустит фильм за два месяца, на который придет столько, сколько там придет на аватары. Осипов отметил, что будут рассматривать краевые меры поддержки. Однако конкретики до сих пор никакой нет. А зрителям ничего не остается, как идти на фильмы минувших лет. Перемен требуют не только сердца зрителей, но и сердца владельцев кинотеатра. Советские фильмы в кино – это, конечно, хорошая история. Но все-таки хотелось бы, чтобы афиши у кинотеатров были более разнообразные. Причем неважно, какие фильмы, какого производства здесь будут транслировать. Главное, чтобы они были новые и современные. Кстати, кинотеатры в регионах сокращают часы работы или показывают кино только в выходные дни. К примеру, соседняя Кемеровская область. Из-за убытков решила закрыть некоторые кинозалы. Ждет ли такая судьба алтайских прокатчиков? Покажет время. А между тем, по оценкам экспертов, к концу этого года убыток отрасли превысит 11 миллиардов рублей. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком.